В Староладожском Свято-Успенском Девичьем монастыре собрались паломники и прихожане на традиционный крестный ход. В XIX веке сложилась традиция молитвенного шествия из Успенской обители в пустынь на Абрамовщине. В нынешнем году исполнилось 200 лет со дня блаженной кончины настоятельницы обители Схиегумени Евпраксии, подвижницы благочестия XIX века. Особо почитаемы не только сестрами монастыря, но и благочестивыми жителями Ладоги и Санкт-Петербурга за ее многие духовные дары. В молитвенном шествии участвовали и наши корреспонденты. Старая Ладога. Что мы знаем о ней? Кто-то скажет, что это первая столица Руси, кто-то, что здесь было положено начало русской государственности, вспомнит Рюрика, Олегову могилу, древние храмы и монастыри. Может, кто-то назовет имя Евдокия Лупухиной, первой жены Петра I, созданную в Успенский монастырь. Ну и еще пару известных имен. Но есть человек, которого едва ли вспомнит в то время, как благодаря ему, а вернее ей, в XIX веке о Старой Ладоге узнала Россия. И куда со всей страны стали приезжать люди. Они шли и ехали к матушке Евпраксии, настоятельнице Старо-Ладожского Свято-Успенского монастыря. Шли к ней при жизни, за советом, утешением. Шли и после смерти на ее могилку в монастыре. Литию о преснопамятной матушке вместе с сестрами монастыря служил епископ Кронштадтский Вениамин. Затем мы вместе с ладыкой крестный ход прошли. Он шел от стен обители на Абрамщину, месту молитвенного подвига подвижницы благочестия, к святому источнику, ископанному ее руками, и часовне, где она молилась у чудотворного креста. Даже во время безбожия жители Ладоги приходили сюда ради целебной воды в этом колодце. Мы верим, что многие из них обрели веру и стали прихожанами Старо-Ладожского Успенского монастыря. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...